Добрый день, ребята! Для наших новых подписчиков меня зовут Руденко Иван, я прохожу службу в американской армии. И сегодня я приглашаю вас всех провести со мной 24 часа времени. У многих были вопросы связаны с распорядком дня, как мы здесь живем, чем занимаемся, а есть ли это, есть ли то. Давайте я развею все ваши вопросы, все ваши догадки. И мы сегодня с вами проживем моих 24 часа дня, день я выбрал чисто случайно, то есть вся эта рутина бытовуха. Видео получилось несколько больше, чем я думал, потому что я решил в этом видео включить максимум информации, ответить на максимум вопросов всех моих подписчиков. Это будет такое практически кино, около часа времени, однако я выложу тайм-коды, кому интересно, быстренько пробежаться по этому делу. И в принципе я не хочу делить данное видео, потому что считаю его максимально информативным на данную тематику. Вот так живут солдаты, так они служат в американской армии, те ребята, которые конкретно имеют мою профессию, служат в таком подразделении, как у меня. Поэтому всем полезного просмотра, удачи! Привет, это Руденко. Итак, утро, вся Америка просыпается очень рано, и армия не исключение. Это хреновая часть моего дня. Некоторые мои знакомые просыпаются в 4 утра, я чуть-чуть позже. Почему? Потому что нужно быть вовремя на построение, нужно побриться, и не дай бог же опоздать. В принципе, единственное полноценное построение на протяжении дня, поэтому вату не катаем. Мы идем дальше. Так, старая привычка, с утра заправляем кровать, идем бриться, умываться. Так, старая привычка, с утра заправляем кровать, и не дай бог. Гражданку. Хрен буду, блин, закрадить. Ну что, погнали дальше. Так, небольшой завтрак, пару йогуртов, и вода. Больше, в принципе, ничего не ем перед выходом. И дальше. Едем на построение, едем заниматься спортом. Пять. Вот так вот мы выходим на работу. На улице еще ночь. Мой трачок стоит. Обратите внимание, что эта коробка, это мои инструменты для покраски. Содержимое где-то баксов, наверное, 100-120. Уже вторую неделю так катаюсь, оставляю машину просто посреди улицы. Еще никто не спер, надо все-таки, наверное, затащить. Но сам факт любопытно. Мне кажется, у нас будет давно сперли. Ладно, поехали. Так. Ну что, заводим нашу ласточку. Обязательно, ремень безопасности в Украине никогда не пристегивался. И зря. Так, ну что. Завелись, чуть прогреемся. И поедем непосредственно в часть. Приехать нам нужно минут за 20, за 25 до построения. Потому что в нашем подразделении мы строимся за 15 минут. Чтобы у сержанта была возможность проверить личный состав. Проверить бритость, не бритость. Прически всем. Дать по шапке, кто нарушает правила. И это, в принципе, наше то построение, когда выполняется команда салютан и флаг. Идет поднятие флага. Старая американская традиция. Ладно, прогрелись. Поехали. Так, ребята. Пара минут до построения. Значит, вкратце. Сегодня у нас бег. Бежим мы, по-моему, 4 мили. В составе всего подразделения. Поэтому будет небольшая разминка. Я убегу. У нас утром, еще раз говорю, сейчас небольшое построение. Я попробую найти видео, которое будет соответствовать действительности. Вставить где-то здесь. И после того, когда мы позанимаемся физом. В принципе, дальше уже идет завтрак. Спортом мы занимаемся утром полтора часа. То есть, 1 час 30 минут отдается на занятия спортом. 15 минут разминка. 15 минут после окончания основной фазы проведения спортивного мероприятия у нас идет тоже своего рода разминка. Грубо говоря, остываем. И после этого у нас идет хороший перерыв на завтрак. В зависимости от того, какая у вас профессия, чем вы занимаетесь. И на какой фазе работы вы находитесь. Потому что я больше говорю сейчас про авиацию. Каждый юнит, он разный. У меня сегодня завтрак будет немножко меньше. То есть, у меня будет где-то час, час 15. Обычно часа полтора. Это связано с тем, что я должен приехать и еще подготовить определенные моменты. Потому что я на данный момент приписан конкретному вертолету. И мы проводим его техническое обслуживание. Такое происходит в моей ситуации где-то раз в 3 месяца. Но на данный момент вот такая обстановка. Так что я пошел заниматься спортом. Вам советую немножко посмотреть. Блин, вам проще. Потому что вам не надо перекручивать. А мне надо этот весь день прожить. Ладно, побежали. Так, ну что, погнали дальше. Значит, сейчас едем на полноценный завтрак. Позавтракаем и идем уже непосредственно в подразделение. Подождем, пока пройдет так называемый милинг. То есть наши сержанты утром собираются, совещаются и формируют какие-то корректировки по поводу дня. Я уже знаю с вечера, со вчера, что конкретно мне необходимо делать. То есть у меня есть свой план действий. Я иду сегодня на вертушку. Что конкретно буду делать, я в принципе вкратце расскажу и числа того, что можно. Но, в принципе, сейчас дальше идет завтрак и двигаемся в подразделение. Так, сейчас время завтрака. И, в принципе, вот мой завтрак. Взял просто омлет, бекон, картошка, йогурт. Не было, мать их, бананов. Я очень люблю бананы, но да фиг с ним. Дыня, арбуз, яблоко и вот два сока. Апельсиновый и какой-то грейпфрутовый, если не ошибаюсь. Время перекусить, подготовиться к следующей части дня. И нас на это есть, в принципе, минут 30 хороших. Я успеваю еще и новости посмотреть. Так что мне приятного аппетита, вам хорошего просмотра. И двигаемся дальше. Я постараюсь подобрать материал, который лучше всего будет описывать мою работу, которую я буду делать сегодня до обеда. Моя задача поменять МФД. Прошу прощения, что буду применять много английской терминологии, потому что до переезда в США я не имел никакого контакта с авиацией, тем более с специальными техническими терминами, которые мы используем здесь. Поэтому буду стараться говорить больше на русском. Однако, скорее всего, будут пробегать некоторые английские слова. Задача до обеда поменять МФД. МФД это такой экран, с помощью которого пилоты и co-pilot получают определенную информацию о полете, о состоянии вертолета. Пишечка в том, что ваш опыт, который вы получаете здесь, в армии, очень шикарно будет применяться на гражданке. Почему? Потому что компания, которая производит технику, которая находится на вооружении в армии США, имеет компоненты, которые абсолютно аналогичны на гражданке. То есть, этот экран МФД, который применяется на вертушках, он очень похож по своему подключению, техническому обеспечению, состоянию и устройству с гражданскими мониторами. То есть, если вы придете на другой вертолет, если вы будете работать с гражданской авиацией, самолетами, транспортной авиацией, вы практически на 80% будете иметь достаточный опыт для того, чтобы обслуживать другую технику, особенно имея практически хороший опыт, умение читать схемы. Все это вам на руку для вашего дальнейшего продолжения работы после службы. По поводу, часто задаваем вопрос относительно обучения. Какой опыт нужен для того, чтобы начать работать на вертолетах в армейской авиации? Ребята сюда идут с нулем. Очень хорошо подготовлены американские школьники, которые получили хорошее знание в американских школах. Насколько это возможно, естественно, уже говорил на тему образования в Америке, оно не заставляет желать лучшего, поэтому выбирают лучших пацанов, грамотных ребят, которые прошли АСВАП, набрали хороший курс. И вот именно эти ребята отправляются в учебку. Я отдельно сниму видео по поводу AIT, это учебка Aviation School, где учатся все профессии по обслуживанию летной и летальной техники, Aviation техники в Американской Армии. Поэтому ваши базовые знания, никакого опыта работы на вертолетах, другой техники не нужны. Вы всему научитесь в учебке. А чему не научитесь в учебке, тому вас будет учить ваш сержант, который для вас будет мамой, папой, учителем и всем остальным на протяжении всей вашей службы, особенно первые 3-6 месяцев, пока вы не придете. Заранее забегая наперед, пока ваши сержанты не будут уверены в том, что вас можно допустить к вертолету, вас будут дополнительно проверять, тестировать, задавать кучу вопросов. Сначала вас будут применять как помощника, то есть люди будут с опытом проводить ряд работ, вы будете приходи, подай, уйди, нафиг не мешай, при этом будете набираться такого визуального опыта. Потом, когда уже поймут, что вы можете читать схемы, что вы будете допущены к работе, все равно над вами будет контроль, вашу работу будут многократно перепроверять, пока вы не заработаете своего рода определенный авторитет. Спустя определенное время и получив авторитет, заслуженный авторитет у своих сержантов, при этом это все должно быть перекреплено с канцелингами, то есть каждый месяц с вами будут проводить беседы и отмечать на бумаге, по сути дела, ваш прогресс как специалиста данной области. Если прогресс будет виден, это будет в ваших канцелингах, это будет в беседе, это будет в вашей работе, это будет конкретно по факту, вот тогда вы уже начнете двигаться по службе дальше. На сегодняшний день я обычно, когда иду на вертолет, у меня есть один или двое парней, которые работают со мной, разные специальности, никто никогда один на вертолете не работает, мы работаем минимум в паре, следим друг за другом, потому что электричество имеет определенные свойства, оно может убить, поэтому один человек на вертолете не работяга. но, собственно, до обеда я переустановил один такой экран MFD, фишечка в том, что у каждого такого экрана есть свое программное обеспечение и вот мы плавно подходим к следующей части, обратите внимание на экран, есть такой Military Laptop, такой компьютер будет в принципе у каждого из вас, вы будете изучать программное обеспечение на нем, очень интересные, хорошо сделанные инструкции пошаговые, как проводить тестирование, работы, схемы, то есть все, 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 это будет ваша незаменимая книга, в свое время при Союзе была, меня в Одесской сухопутке учили на факультете ракетных войск и артиллерии, целый ряд бумажек и книг был, ну вот сейчас все это умещается на компьютере, мы живем с вами в новое время, идем в эпоху с технологиями и в принципе все большинство подсказок будут через этот компьютер, наверное, 99% информации, которая вам необходима, находится именно тут, с помощью этого компьютера, программного специального обеспечения вы должны будете перепрограммировать этот экран, который вы установили, чтобы он соответствовал с тем программным обеспечением, которое установлено на других мониторах, ну вот собственно этим я и занимался до обеда, работа прошла нормально, протестировали, сделали записи соответствующие, я в детали не буду вдаваться, потому что кому будет надо и кто действительно выберет этот путь, вы все это изучите в учебке, очень хочу дать хороший материал по поводу учебок в американской армии, потому что это дело не только того, сколько денег в это вкладывают, а еще и какой результат они требуют, потому что очень много людей отсеиваются, люди отфильтровываются и в Украине я такого в свое время однозначно не видел, потому что людей тянут за уши и образование находится не на том уровне. здесь число отсеивающихся людей очень большое, не справляешься, не знаешь, завалил тест, до свидания, идешь работать поваром, идешь в пехоту, идешь куда-нибудь еще, но никто тебя за уши тащить не будет, люди, которые не являются квалифицированными, компетентными и бесперспективные кадры не продвигаются вперед, это точка, тут так не это не работает. Это очень правильное понимание, мне очень нравится, как работает учебка в американской армии, еще раз говорю, будет интересное видео на эту тему. То есть вот до обеда мы занимались именно этим и на после обеда у нас планируется мероприятие по тестированию и небольшое тут и называют материнс, то есть обслуживание сервисное, мы нашли несколько ошибок, есть записи об этих ошибках, будем их устранять, скорее всего что-то небольшое, но тут фишка конкретно моей специальности электрика, вы 75% времени тратите на поиски ошибки и 25% приблизительно на то, чтобы ее устранить, потому что устранение ошибки в большинстве случаев сводится к замене блока и лишь в редких случаях это ремонт и обслуживание кабельных систем, то есть более глубокое проникновение в какие-то механизмы и элементы. Так, ну что, у нас время обеда и на обед я обычно катаюсь на своем мотоцикле, когда погода позволяет. Фишечка в чем? В том, что мне не нужно отпрашиваться у сержантов, у нас нет никакого предобеденного построения, то есть я закончил работу, у меня пришло определенное время, я знаю, что у меня полтора часа обед, я подхожу к своему сержанту, здесь сержанты обычно говорят «Find your stop point», то есть найдите свою точку, где вы заканчиваете, то есть я закончил определенную работу, о которой я вам говорил и на данный момент готов ехать на обед. За полтора часа у меня есть определенные планы, то есть я хочу заехать в банк и обычно во время обеда это полтора часа, более чем достаточно для того, чтобы решить какие-то свои обыденные вопросы. Я заеду в банк, возьму определенные стейтменты для бизнеса и мне нужно будет подготовить пакет документов, ну параллельно дома посмотрим, что Лёля приготовила на покушать на обед, так что поехали. Вот, точно так же в принципе, когда возвращаешься, то есть ты приезжаешь обратно, у нас у всех машины, поэтому приезжать лучше минут на 10-15 пораньше, потому что паркинг может быть очень сильно забитый, тебе придется топать пешком пару миль от следующего паркинга автората. Вот, я приезжаю обычно минут на 10-15 пораньше, плюс в том, что для тех ребят, которые ездят на мотоциклах, у них всегда паркинг есть, это никогда не было проблемой. И вот сейчас у меня опять-таки нет никого построения после обеда, я просто прихожу к своему сержанту, докладываю, что я приехал и продолжаю делать работу, задачу, которую мне поставили заранее. вот так вот приблизительно проходит у нас обеденный перерыв. так, ну вот мы пришли домой и готовим посылки. наша Лёля готовит новые шторы, одну вот так вот повезли с такими штучками прикольными. ну и вот, собственно, время пообедать, добить некоторые моменты в интернете. Лёля, конечно, на самом деле умничка, она раз в неделю готовит нам с мальчиками еду. вот, овощи тушеные и отбивные. Мэй за это очень благодарны, поэтому я обожаю кушать дома, домашнее и каждый раз у меня обед именно дома. Люблю я это дело, вкуснее все равно ни в одной столовой здесь не приготовят. Ну что, будем разогревать. вот, собственно, еда, две отбивные овощи, йогурт, самый обыкновенный, ничего тут сверху, естественно, нету. Пью обыкновенную воду и вот, собственно, всё. Мы отказались от всяких там фанты, газировки, пьем только соки и воду. За редким, конечно, исключением, иногда можно побаловаться, дети любят иногда там пойти куда-нибудь в Макдональдс выпить спрайт. Но это не то, что мы покупаем домой. Будем называть это так. Так, сейчас перекусим. И следующий этап это обыкновенная домашняя бытовуха. Надо будет просмотреть почту. Ну, сейчас я вас с этим познакомлю. Сначала перекусим. Если кто-то кушает, приятного аппетита. Сейчас сядем и будем отправлять Сане видео, которое я делал с нашего мотослёта. И посмотрим, что он там намонтажирует, да. Вот, был классный, кстати говоря, слёт. Вот, я уже проверил часть почты, которая мне поприходила. И, в принципе, все мои такие вот бумажные вещи я делаю и стараюсь закончить во время обеда. Обеденно оперирую, точнее. Сейчас отправляю Сане видео на монтаж. Отправлю несколько негодяев в бан, которые пишут всякую гадость у себя на канале. И это как раз то время, когда я это использую. И, в принципе, нужно будет уже ехать назад. Возвращаемся назад на базу. И у нас останется, то есть, где-то порядка 3,5 часов работать. Да, где-то около 3,5 часов. Есть определённые нюансы по поводу того, что нужно будет сегодня доделать. Я не думаю, что мы успеем. И с тем, что нужно сделать ещё очень много проверок. Но это уже особенности каждой специальности. Потому что я стараюсь сделать видео в общем. Но и при этом немножко раскрыть вопросы того, чем занимаюсь именно я. Потому что в каждом подразделении, в каждой воинской части, даже просто вот на уровне ТИМ, может быть там 8-6 человек, 12. У пехоты у них свои там закидоны. У нас в авиации более плановый распорядок дня. Потому что мы работаем с техникой. Есть план. Мы по нему двигаемся. Есть, естественно, форс-мажоры небольшие. Для этого у нас есть определённая группа, которая покрывает все такие вот прыжки и скачки. То есть, в принципе, всё двигается очень плавно, очень организованно и очень комфортно. Для людей, которые не любят экстра неординарные изменения, и не любят, чтобы жизнь била фонтаном, да, с разными эмоциями. А любят спокойный, умеренный уровень жизни, когда всё чётко, всё по плану, с небольшими отклонениями. То есть, это конкретно моё подразделение. Давайте, ребята, я закончу быстренько отправку. Ещё несколько писем перепроверю. И будем выдвигаться на... Пострения у нас нет после обеда. Мы просто приезжаем на объект, который мы делаем. Моя ситуация, это мой вертолёт. Там уже соберётся и сержант, который ответственный. И будет ещё несколько ребят, механиков. Мы будем с ними дальше заниматься обслуживанием вертолёта. Так, ребят, есть немножко времени, да? Вот. Перед тем, как мне нужно бежать продолжать работу, суть в чём... Ну, это бытовуха, да? Вот. Из цикла, о чём мы общаемся с ребятами здесь на службе. И я словил себя на мысли, что вот прошло больше пяти лет, как я в Штатах. И я по сей день не понимаю американского юмора. То есть, я уже могу перевести. Я осознаю, о чём они говорят. Мне просто это абсолютно не смешно. То есть, ну, как-то, не знаю, мне не весело. Кто-то адаптируется, и ему становится интересен, и они смеются с американского мира. У меня по сей день не заходит, поэтому я постоянно смотрю разные шоу. Я... У меня нет каких-то принципиальных, но есть несколько ребят, которые обалденно мне вызывают чувство уважения, потому что они делают это профессионально. И я не очень люблю комедий-клаб. У них юмор такой больше пошлый, что ли. Ну, на любителя, да. Всё в жизни на любителя. Но мне как-то комедий-клаб не очень. Мне больше нравится стендап. У них более интеллектуальный юмор, с моей точки зрения. И из украинских я не очень любитель 95-го квартала, потому что то, над чем мы смеемся, оно вроде бы как и весело. И в то же время, в принципе, с этого надо плакать. Не знаю, мне как-то политический юмор тоже не очень заходит. Я обожаю Загорочку. Вот. Те ребята у них как-то вот... Я не знаю почему, но они очень классно это делают. У них действительно очень интересный специфический юмор. Но я постоянно смеюсь. Постоянно отличные эмоции. Вот в течение дня, время от времени я там просматриваю некоторые ролики. Это мне поднимает настроение. И вот как-то так я формирую свой гень. Вот тоже самое сейчас смотрю ролик, блин, прослезился. Я ехал через КПП, ржу. Пацаны, наверное, подумали, что я травой или укурен, или еще что-то. Но сам факт, что я так смеялся, я не мог остановиться. Меня никто не оставил. Посмотрели мои документы, и я поехал дальше. С мыслью о том, что хрен кто меня понимает в плане юмора. И я не понимаю американцев. И вот это вообще все к чему говорю. К тому, что будьте просто к этому готовы прожить жизнь в Штатах. И не имея вот этого вот контакта, вам придется находить компенсации какие-то. Или смотреть всякие юмористические номера. Или иметь круг общения русскоязычный с нашей славянской ментальностью. Чтобы только наш менталитет разделяет то же самое чувство юмора. И для меня это очень важно. Поэтому будьте к этому готовы. А я побежал на работу. И дальше продолжаем наш день. Который, в принципе, еще несколько часов поработаем. Еще раз, нет никаких построений. То есть я вот приехал, припарковался. Приду обратно к себе на вертушку. Мой сержант, скорее всего, уже там. У сержантов жизнь более насыщенная и более ответственная, я бы сказал. То есть они приходят раньше, уходят позже. И это вообще не мотивирует быть сержантом, в моем понимании. Потому что за те деньги, которые им переплачивают, я считаю, оно недостаточно компенсирует то время, которое они тратят. И ту ответственность, которую они ложат себе на плечи. Но это совершенно другая история. О сержантах я сниму чуть-чуть позже. Сейчас возвращаемся к работе. С чашкой кофе. Спокойно, без построений, без выноса мозга, без криков, без воплей. Приходим и дальше делаем свою работу согласно вашей профессии. В моей ситуации это aircraft electrician. И я иду дальше тестирует вертолет. Ребят, после обеда пришли мы на работу. Мой сержант со мной. Как я и говорил до обеда, нашли несколько ошибок. И наша задача их быстренько устранить, найти. С помощью компьютера, о котором я говорил в предыдущем видео, мы нашли определенные инструкции. Прошлись по инструкциям, протестировали. Схемы говорят нам о том, что мы должны кое-что заменить. Заказываем эту деталь, проверяем, она находится на складе. В этом плане мне тоже очень нравится служить. Очень классно служить, когда есть классное обеспечение. И когда у тебя тыл работает, в принципе, как часы. Я бы не сказал, многие ребята в Америке продолжают жаловаться о том, что все равно это все не идеально. Однако мне есть чем сравнить. Я сравниваю это с армией в СНГ, с ребятами, которые служат в России, Украине, Белоруссии. Я хочу сказать, судя по отзывам и по моему личному практическому опыту в прошлом, это небо и земля. При самом хреновом раскладе, запчасть, которая стоит 400-500 тысяч долларов, она доходит в течение двух-трех недель. А так, в принципе, запчасти до 150 тысяч долларов могут с легкостью храниться на складе в нескольких экземплярах. Это никогда не является проблемой. Я уже не говорю о более дешевых элементах. Army Aviation – это очень-очень дорогое удовольствие. Оно жирает очень большую часть бюджета, который выделяется в Америке. Бюджет, вы можете посмотреть, естественно, является открытым. Бюджет сумасшедший просто и цифра, кажется, просто колоссальная. Однако я вижу, на что идут эти деньги. Я хочу сказать, что все работает. Оно окупается. Естественно, я как рядовой не могу анализировать каких-то больших раскладов. Но вот я смотрю своим левым глазом и вижу, как все работает, все пашет, все крутится, вертится, часы, намотки. То есть система работает и работает очень четко, с большим КПД, назовем это так. Ну так вот, мы провели диагностику, нашли ошибку, заказали деталь. Деталь должна прийти через несколько часов. То есть есть парнишка молодой, который сейчас натаскивается на том, чтобы как раз вот идет поэтапно его подготовка. Осваивается как электрик. И его задача на сегодняшний день правильно заказать эту запчасть, ее получить, описать, принести, раскрыть, упаковать, провести ряд записей через компьютер, чтобы в формулярах прошла эта запчасть. И вот, собственно, это и будет его задача. Моя задача уже частично выполнена. То есть я знаю, что и как нам нужно. Надо ее будет заменить и дальше просто протестировать в работе, действительно ли этот компонент вышел из строя и поможет ли это устранить неисправность, которая была ранен. Вот. Ну, как говорится, меньше слов ближе к делу. Двигаемся дальше. Постоянно вы работаете. То есть у каждой специальности на вертушке есть свои задачи. Механики работают со своими делами. Мотористы на моторах. То есть мы работаем в комплексе. Все это взаимосвязано. Помогаем друг другу. В принципе работа идет очень интересно, весело, живенько. Шутим, общаемся. Никакого тут нет гнобления со стороны. Все очень культурно, очень комфортно. Я, честно говоря, работаю, кайфую с улыбкой на лице. Главное соблюдать инструкции, меры безопасности. Работа интересная. Поэтому если вы нашли работу, которая вам интересна, которая может быть вам хобби, то, в принципе, время летит очень быстро. В принципе и в этой ситуации часы проходят мгновенно в очень хорошей комфортной обстановке. И для меня это важно. Я очень люблю team job. То есть командный. Я командный игрок. И я получаю удовольствие от работы в команде, в которой очень нормальный климат. Макроклимат, где люди дружат, общаются после службы. То есть в это особенность именно американской армии. Здесь никто ни на кого не точит зубы. И, в принципе, даже если люди немножко недолюбливают друг друга на работе, у нас нет никаких разногласий. Потому что у нас есть свои задачи. Мы их выполняем и выполняем их четко. Ребят, у нас небольшой перерыв сейчас. Мы окончили ряд работы. В отличие от гражданской работы здесь значительно проще в армии в плане с перекурами, имея в виду Америку. И пока я жду, у нас есть молодой парнишка. Он еще немножко чехлит. Будем называть это так. То есть молодой и не самый сообразительный боец. Он сейчас заполняет ряд документов, пытается исправить ошибки и устранить недостатки, которые я ему сказал. Он пойдет получит детали. То есть у меня сейчас минут 10-15 есть времени отдохнуть, попить кофейку. И я решил записать такой момент. То есть новости, грубо говоря. Это то, с чем ты сталкиваешься на протяжении дня. То есть если ты отправил какие-то документы в какую-то службу, ты имеешь право подойти и спросить, что происходит со своими документами, кейсами. На данный момент у меня проходит несколько документов. То есть я отправил несколько запросов в несколько школ. И вот сегодня я узнал о том, что приняли мой кейс, мои документы на рассмотрение в Jungle School. Я уже AirSault Qualified. То есть я прошел одну школу. Я прошел Aviation School. Я прошел еще две дополнительные небольшие школы здесь на острове. И вот сейчас я очень хочу пойти в Jungle School. Это курс выживания специально в джунглях. Очень интересный. Я слышал классные отзывы. Такая школа, она единственная во всей Америке. Ё-моё, блин, сейчас пролетит этот безобразие. Данная школа, она единственная во всей Америке. Находится здесь на острове Уаху. И если все будет классно, я узнаю об этом в течение нескольких недель, то в августе я еду на три недели в Jungle School. Очень классная тема. Еще один момент. Я делал несколько запросов в финансовую службу, к финансистам. И что эти ребята мне сказали? Это по поводу непосредственно недвижимости и проживания здесь, разных приказов. В общем, рыба мутная. То, что я хочу сделать, не получается. И еще один момент очень важный. Я буквально недавно в видео рассказывал о том, что можно остаться с нью-йоркским зип-кодом, то есть с почтовым адресом от Нью-Йорка и получать деньги от Нью-Йорка, если вы проживаете раздельно с вашей семьей. То есть если ваша семья находится в Бруклине, вы проживаете где-нибудь там в другом штате и проходите службу в другом штате, то деньги вам начисляются на тот адрес, где проживает ваша семья. Это уже не является актуальным. Ввели новый закон, новое правило. Не будьте обманутыми. То есть это обновленная информация, начиная с 2019 года. Если вы едете в любой другой штат и ваша семья остается в предыдущем штате, например, я переезжаю из Иллинойса в Калифорнию, то начислять вам будут деньги по тому адресу, где вы проживаете, где проживает service member, то есть военнослужащий. Это крайне важно, не ошибитесь, потому что ту информацию, которую я говорю, я ее обновляю, если есть определенные нововведения. И это как раз тот случай. Крайне важная информация, пожалуйста, не ошибитесь. Если вы захотите переехать и сохранить свой BH из того места, где вы изначально были, возьмем, например, с Нью-Йорком самый большой BH по всей Америке, такого варианта больше нет, и вы будете получать деньги из того места, куда вы проходите службу. Естественно, это вносит определенные коррективы, но учитывая того, что мы и так не планировались оставаться на Гавайях через два года, то есть мы эту квартиру сдадим в аренду, она будет сдаваться в аренду, и где-то месяцев за восемь, за шесть до окончания моего пребывания на острове я должен получить приказ, и там будет мое новое место службы. Какое оно будет, никто еще не знает, очень любопытно. Плюс есть несколько еще вариантов, как остаться на острове, потому что Владик идет в high school, то есть в старшую школу. На этом основании можно продолжить мои контракты пребывания на острове еще на некоторое время. В принципе, я могу остаться и дослужить на Гавайях. Но у меня еще есть десять месяцев на принятие данного решения, я пока не спешу, посмотрим, как оно будет. Может быть, мы останемся на острове до окончания моего контракта. Но на данный момент нацелены все-таки переехать и посмотреть еще какое-нибудь интересное место и послужить. Будет видно, посмотрим. Так, ребят, я пойду дальше заниматься службой, продолжать работу. Вам советую досмотреть это видео до конца, потому что, в принципе, еще осталось буквально несколько часов для развязки этого видео, и в конце я сделаю эпилог, подведя определенные итоги. Так, ребят, в моих руках деталь, которую необходимо поменять. Двое ребят, которые работают со мной, сержант поставил задачу, чтобы они занялись непосредственно заменой. То есть, в принципе, там, после того, как вы уже нашли неисправность, получили деталь, следующие моменты, момент замены, на самом деле, происходит очень быстро. Для тех людей, которые знают, как это делать. То есть, эти двое парней пошли заниматься этим моментом. Мне была поставлена задача провести питотест. В принципе, в любом вертолете, самолете используется данная система. Эта система предназначена для того, чтобы определять скорость вертолета в данной ситуации, его высоту и делать так, чтобы системы работали правильно относительно стабилизации вертолета в воздухе. То есть, при косом ветре они дают сигналы. То есть, тут не буду углубляться в детали. Суть в том, что данный тест проверяется воздухом, идет подключение и опыт работы с этим тестом. Я общался с многими гражданскими ребятами, которые работают с Boeing, которые работают с компанией Aerobus. Один в один такие же тесты, все так же проходит. И ребята получают довольно-таки неплохие бабки. Поэтому, еще раз говорю, ребята, выбирая профессию на перспективу после армии, старайтесь выбрать то, что даст вам возможность работать комфортно, работать не тяжело. Потому что наша работа, мы не поднимаем тяжелых вещей, мы работаем башкой и пальцами, руками. То есть, это и есть, в принципе, наша основная задача. Думать, анализировать, тестировать, находить неисправности, применять оптимальные решения по их устранению, устранять неисправности, сделать так, чтобы это было быстро, качественно, с минимальным бюджетом и более долговечным. Вот так вот мы работаем здесь, и этому нас здесь учат на практике. Еще раз говорю, ваша учебка, это будет лишь определенная часть вашего пути в саморазвитии. Но на практике ваши сержанты более опытные люди. И очень классно, что в американской армии есть очень классные, талантливые, грамотные ребята, которые вас всему будут учить, продвигаться. Учиться никогда не поздно, и старайтесь впитывать всю информацию как губка. Не стесняйтесь задавать вопросы. И поверьте мне, в конечном результате за 3-4 года вы будете профессионалом в свое дело, а в Америке ценятся профессионалы. Так что тест прошел, все у нас отлично. Я провел ряд записей, пацаны заменили деталь, мы провели тесты. Тесты показали, что неисправность пропала, все работает четко. Все, сержант доволен, мы довольны. Идет доклад дальше, наверх. Сделали доклад, проверили еще раз инструменты, проверили, чтобы мы ничего не забыли. Убрали за собой, и день собственно закончен. Я подхожу к своему сержанту, делаю доклад, показываю. Сержантов ко мне вопросов нет. Нас всех отпускают по домам. Ну вот, ребята, и день подошел к концу. Сейчас у нас 16.20, то есть 4 часа 20 минут после полудня. И день закончился. Мы провели уже собеседование и пообщались с сержантом по поводу планов на завтра. Ничего особенного нет. Моя вертушка уже готова, чтобы возвращаться в свое подразделение. Поэтому небольшие нюансы по поводу утра и в принципе все. Дальше я буду заниматься документами по поводу школы, куда я планирую идти. Это завтра целый ряд моментов нужно с этим устаканить. И вот так вот, собственно, проходит армейская часть службы. Каких-то особых нюансов нет. Сегодня довольно-таки типичный день. И в принципе, если я не буду много с вами болтать сейчас, то в 5 часов дня я, то есть в 17.00 я выйду из душа дома, как это обычно происходит. И у меня останется достаточно времени, чтобы ходить в спортзал. Сегодня мы идем с Валерией заниматься спортом. И так три раза в неделю. То есть в понедельник, среда, пятница. В остальные дни я больше занимаюсь работой на стороне, развитием бизнеса, делаю корректировки по каналу. Ну, однако сейчас Саня, вы уже прекрасно знаете, пацанчик, который занимается монтажом моих видео, то есть я отсылаю, в принципе, видео к нему. И стараюсь делать это во время обеденного перерыва, чтобы вечером немного тратить время на YouTube. И вот так проходит время. На выходных у меня уже отличные планы. Значит, в субботу мы с Валерией идем, доделаем некоторые нюансы в несколько очень красивых мест. Я об этом сниму видео. Мы уже к Фраце рассказывали по поводу и показывали ботанический сад. Однако сегодня мы хотим дойти до конца этого ботанического сада. Не сегодня, а в субботу. А в воскресенье я поговорил еще с одним интересным сержантом. Классный парнишка. Мы с ним идем на оффроуд. То есть у него есть джип такой, внедорожник, да. И едем кататься. На Гавайях есть несколько трейлов. Такие места, куда специально приезжают все ребята, которым нравятся 4 на 4. И любят вот такой вот вид интересный, экстремальный. Должно быть очень весело. Так что в воскресенье с Валерией, я уверен, мы запилим ролик на эту тему. А сейчас я просто еду домой. Пора кушать, проголодался. Ну что, вот и мы пришли домой. Не знаю, что я буду записывать. Привет! Привет! Как дела? Здорово! Пацаны, здорово! Привет! Привет! Как делишки? Ал� ended. Здорово! А дебуся? В туалете. А, ну ладно. О, у нас рыбаки. Так... Опа! Я голодный, как собака. Ничего нет. Ничего нет? Ну вот. Так, ну что, поснимаешь меня немного? Так, ребят, ну вот, в принципе, пришел домой. Блин, как классно пахнет. Я холодный капец. Это ты про свежесть? А это я про еду. Да, у нас Валерия Николаевна, она дома езжет в идеальной чистоте. И сейчас на камеру она в этом вам не скажет, но увидев, что я зашел на территорию кухни. Нормально, я могу показать полы мокрые. Я вижу, что я вошел в обуви на территорию кухни. Это только для видео. Сейчас бы я уже имел вырванные годы. Но не в этом суть. Сейчас, ребята, пообщаемся с детьми. Ну, а дальше, как у всех обычных рабочих. Пришел домой, помылся, покушаем. Сегодня есть ряд моментов, которые мы хотим сделать. Я не буду кидаться в подробности. То есть, вот так вот проходит наш день. Обычный день солдата, рядового. У меня есть задача на завтрак. О, бусинка. Мы проверим домашнее задание обязательно. Я сегодня общался с учительницей в школе. Посмотри, посмотри. Нет, мы уже в курсе, что все в порядке. А да? Да. Ладно, не об этом. И, ну, то есть, все, в принципе, как у всех. Задавайте вопросы. И сейчас перейдем к подведению итогов. Я сделаю небольшой анонс по поводу часто задаваемых вопросов, связанных с бытом солдата. То есть, вот, обыденно, чем мы занимаемся, как это работает. Я вкратце расскажу, какая у нас неделя, какие есть моменты, которые вам могут быть интересны. Если не что, задавайте вопросы, как обычно, чем можем, поможем. На вопросы, которые я смогу ответить, я отвечу. Так что вот так. Итак, подведем итоги. Так, ребята, вкратце подвожу итоги. Хочу отметить в самом начале, что очень важно выбор профессий. И, в принципе, в вашей профессии вы определяете всю свою будущую жизнь во время прохождения вашего контракта. В моем подразделении с моей профессией это происходит так, как вы увидели в видео. В других подразделениях, скорее всего, это может отличаться, потому что по закону мы, военнослужащие в армии, мы, военнослужащие, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И армия придерживается 40-часовой рабочей недели. Однако в ряде подразделений я общаюсь с ребятами из, например, та же моя бригада, пацаны, которые механики на Black Hawk'ах, у них есть три смены. То есть у них есть еще ночная смена. И они пашут конкретно. С моей профессией проще. Я электрик, я занимаюсь тестированием. И у нас в нашем подразделении очень нормированный день. Ребята, которые служат в пехоте, у них и ночные вылазки, и стрельбы. Соответственно, это, опять-таки, по-честному говорю, как есть. Очень аккуратно выбирайте профессию, если вы идете в американскую армию. Я рад, что моя профессия дает мне то, что я хочу. Я ставил такие задачи перед собой, чтобы у меня было достаточно времени, находясь на службе, заниматься своими вопросами на стороне, иметь бизнес, развиваться, кому нужно обучение, учиться. И многие пацаны меня спрашивают по поводу службы в морской пехоте, в других бренч, здесь, в других родах войск. Армия дает большую возможность сохранить здоровье. Когда вам 20, вы об этом не сильно думаете. Когда вам будет 35, вы будете думать о своих коленях, о своей спине, и о том, как это может отразиться на вашей жизни после ваших 40-45 лет. И я об этом уже задумываюсь, не потому, что я там поломанный человек, а потому, что я вижу ребят, которые слева-справа от меня. И поверьте мне, многие пацаны остаются с больными коленями после этих рок-марша, после больших марш-бросков, тяжелых нагрузок, прыжков. То есть армия, это на самом деле не такая уж и здоровая штука. То есть это травматичная работа, поэтому думайте об этом. В целом, конкретно по моему подразделению, у меня 40-часовая рабочая неделя, плюс в эти 40 часов, что интересно, включено то, что я полтора часа занимаюсь спортом. Фактически, когда я работал на гражданке, то есть мне платили мои часы, а вечером я шел в спортзал один, хрен я пойду в спортзал, все равно я хочу заниматься спортом, я хочу иметь какие-то определенные показатели. И платят мне или не платят, я в любом случае буду заниматься этим и потрачу свое время на спортзал. Здесь армия за это плюс еще и платит. Я считаю, это очень круто. То есть фактически из 8 часов в день, который я отработал, полтора часа ушло на спорт. Я считаю, это огромный плюс. Особенно для пацанов, которые там работают на трак-драйвинге. Я смотрю иногда видео Вити-то, поляка и союзы, и смотрю, как он пытается заниматься спортом. Я понимаю его прекрасно, потому что когда я работал на строительстве до армии, у меня никогда на это не было времени. Здесь это плюс. То есть фактически у меня остается 6,5 часов в день, который я работаю. Если интересно, мы можем потом почитать немножко денег, сколько получается военнослужащий США фактически такой, как я, в таком подразделении, как у меня получает в час. И я хочу сказать, это в принципе неплохие деньги. Меня более чем устраивает, учитывая того, что армия компенсирует и медицинскую страховку, и проживание, и в принципе даже питание. То есть нужно эти моменты просто учитывать и видеть ваш баланс. Еще раз говорю, при оценке вашего дохода, обязательно учитывайте, сколько вы можете отложить денег. Если вы живете в Америке, не откладываете деньги, вы делаете что-то неправильное. И советую вам переосмыслить свое будущее и свой бюджет. Следующий момент, то есть мы определили 40 часов в неделю, вы уже увидели, что у меня в принципе только утреннее одно построение, что мы замыкаемся не на какого-то там командира, у нас все держится на сержантах. Про сержантов я сниму отдельное видео обязательно, чтобы у вас было понятие, что такое американский сержант. И поверьте мне, это в корень отличается от сержантского состава, которые есть в странах СНГ, как минимум по уровню знаний, которые они должны обладать, и по поводу того, какой путь они должны пройти, для того, чтобы получить свои ручки. Что еще хотел отметить? Каждый месяц мне дают 2,5 дня отпуска. Про отпуск, наверное, есть смысл отдельно снять видео. В целом у нас 30 дней, получается, отпуска в году. Тут нет такого, что ты можешь взять отпуск только зимой или летом, какие-то графики. Здесь есть моменты, которые ограничивают тебя от того, чтобы ты взял отпуск. Например, ты приписан к вертолету, вот как у меня. Сегодня, надеюсь, что я сдам вертушку. Мы ее закончили, в принципе, бумажки подписали. То есть фактически ее должны забирать обратно в другое подразделение, к которому она приписана. Пока я занимаюсь вертушкой, пока я приписан к какому-то приказу, и отдан приказом куда-то, то есть отпуск я взять не могу. Но все остальное время, без проблем, в течение трех недель, ну это, опять-таки, зависит от подразделения, очень многое зависит, ребята, от подразделения и от вашего сержанта. Фактически два одинаковых подразделения, но с разными сержантами, живут принципиально по-разному. И большое горе, когда ваш сержант человек с не совсем правильными человеческими качествами. Я видел такие подразделения, где пацаны реально страдают, и страдают в моем понимании зря. Но, опять-таки, это моя точка зрения. В течение двух-трех недель подаете бумажку, называется DA31, то есть DA31, специальная форма, запрос на ваш отпуск. Она оценивается. Я сделаю, да, действительно, надо сделать видео по поводу отпуска, чтобы у вас было четкое понимание, как это работает, и какие есть льготы, куда можно поехать, что армия оплачивает, что не оплачивает, как обустраивается отпуск, как деньги вам платят, какими услугами вы можете сработать. Это, на самом деле, по-крутому сделано. Нет советской системы с санаториями, но есть много других вариантов, как можно хорошо провести время и устроить свой отпуск, скажем так. Вот такие вот дела, пацаны. Кому интересно еще что-то по поводу моих будней, задавайте вопросы. Как обычно, я, наверное, один из тех блогеров, который довольно-таки часто старается отвечать на вопросы подписчиков. На эту тему у меня с Валерией Николаевной возникают моменты, но я пока мисс держусь. Я пока держусь, потому что каждый день подписчиков все прибавляется, вопросов много, тематика актуальна, особенно для тех ребят, которые уже находятся в Штатах рассматривают свое будущее в армии или используя армию для достижения каких-то целей. Вот такая вот суета. Всем спасибо, что остаетесь с нами. Я планирую скоро сделать стрим. По поводу стрима будет анонс в ближайшем времени. Всем хорошего дня и всего самого наилучшего. Так, учитывая того, что у нас сегодня день заниматься спортом, мы в понедельник, среду и пятницу с Валерией ходим, занимаемся в спортзал здесь на территории воинской части. Соответственно, сегодня мы идем в спортзал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok